приветствую коллеги ну что рад приветствовать всех на очередном вебинаре сегодня мы с вами поговорим на мой взгляд про животрепещущую тему да про то как торговать и с толпой либо торговать против толпы значит определим с вами что из себя представляет толпа кто они как они так далее так далее начнем с вами буквально через несколько секунд чтобы я увидел что участники добавились искать включились у меня вопрос уже к тем кто успел подключиться в преамбуле ну во-первых я думаю представляться меня зовут марченко юрий трейдер инвестор сказать с нормальным стажем уже сами уже знакомились более-менее теперь давайте с вами поговорим немножко познакомиться в какой степени с вами торговля против толпы достаточно популярная тема подскажите пожалуйста напишите в чат кто видит значит кто-нибудь торгует торговал или может быть пробовал торговать с использованием такого понятия как толпа то есть берет откуда какие-то данные анализирует и принимает решение в основном по этим данным этой толпы или же так сказать ориентируясь на эту самую толпу это нужно для того чтобы более-менее определиться значит степень осведомленности ваш в любом случае запись будет данного вебинара доступна для всех поэтому мне придется некоторые тезисы однозначно осветить а вот задает вопрос запись будет да будет значит некоторые термины придется осветить потому что я допускаю что будут люди которые значит не они знают или не разбирались с понятием толпы и вообще для них это что-то что-то новое тогда это будет просто шикарно все мы есть толпа учиться дополнительно здесь нечем знаете а я здесь на самом деле не хочу превращать в минар в что-то такое учебное я хочу сегодня как-то немного нас людей подсказали да значит или какая-то задержка или стесняются чего вы зря на самом деле делаете но на самом деле это не столько учебный какой-то материал да сколько материала для того чтобы значит поразмыслить это материал для того чтобы сориентироваться определить как минимум для себя что это такое стоит ли на этом заморачиваться так сказать уделять время этому время и если стоит то сколько дело в том что за свое так сказать становление как трейдера я и испытал достаточно много интересных стратегий и в каждой стратегии я пытался найти такой кусочек грали а вот и только с так сказать по прошествии определенного времени я уже понял что не существует не может существовать в принципе стратегии которая бы без каких-либо там дополнительных вещей давала какой-то профит на результат дополнительные вещи однозначно это риски то есть это контроль рисков это money management это в принципе то что по большому счету значит помогает на рынке зарабатывать но и даже стратегия против толпы тоже может стать искать источником правда все равно нужно сделать просто правильные выводы определить что делать и чего не делать просматривала настроение на май фейсбук но вот в принципе мы сегодня будем также опираться еще и на май фейсбук и так что делаем определяем все кто такая толпа откуда такое понятие вообще взялось как моего правильно должны интерпретировать знакомимся собственно с ресурсом для выявления действий толпы я вас уверяю их огромное количество и чаще всего они привязаны к тому любому брокеру но мы будем сегодня разбирать на мой взгляд один из самых объективных в этом плане инструментов это действительно май фейсбук вот нам тут подсказали вот и проанализируем то есть посмотрим а как же собственно говоря это толпа торгует и и основываясь на этих данных придем к мысли о том стоит ли нам вместе с ними торговать или же напротив нам стоит торговать против вниз значит ну вообще надо сказать что вот эта вот тема до торговли против толпы она уже я не знаю может быть я от этого отошел да но мне кажется что она большому счету уже идет так сказать на закате эта тема торговли против толпы была популярна года три назад до тогда значит появились конкретные инструментарий который позволяет анализировать эту самую толпу да и тогда появились такие лозунги как типа хочешь зарабатывать как все типа ну давай торгуй против все хочешь зарабатывать на рынке значит белый микс не не то что делают все остальные делай все иначе и понятное дело что глядя на статистику брокеров и на все их предупреждения и рисках мы с вами понимаем что все таки да на подавляющей части министров не зарабатывает на рынке как минимум форекс и тогда вывод один как попасть и значит в тот небольшой процент успешных трейдеров и казалось бы очевиден ответ очевиден да нужно делать не все не делать того чего делают все остальные но к сожалению и это не всегда не получается торговлю против толпы все это популярная тема но толпа вот как правильно тут было сказано на все мы есть толпа то есть предполагается что есть значит участники рынка до простые ритейл трейдеры да давайте так называть ритейл трейдеры ну вот это те кто собственно говоря торгует используя форекс брокеров в том числе используя торговлю маржинальными сделками то есть валютный рынок и вы когда идете в банк да например обменивать свои рубли на доллары да вы тоже своего рода являетесь активным участником валютного рынка и вы скажете что там большие комиссии и спреды это абсолютно верно но по большому счету есть и спотовый рынок да будем говорить например про московскую биржу к примеру данди вы можете сделать то же самое что и в банке то есть купить доллары за рубли и это будет именно спотовый рынок суть спотового рынка в данном плане заключается в том что вы получаете ну то есть актив в момент совершения сделки ну там за редкими так сказать деталями но тем не менее ритейл трейдеры если мы говорим про ритейл трейдеры да значит это люди которые открывают позиции через форекс дилеров через форекс брокеров и эти позиции имеют под собой гарантийное обеспечение в своем маржу и они есть обязательства по закрытию этих сделок то есть грубо говоря если у вас на балансе например находятся доллары вы купили евро доллар вы евро вывести не может потому что у вас есть обязательства по этой сделке в первую очередь маржинальные в случае например если вы торгуете так сказать не как ритейл да просто купили там сходили через биржу купили доллары за рубли да то вы эти доллары вы можете по большому счету снять соответственно получилась такая вот понятие как ну вот толпа плане значит ритейл трейдеров и появились значит инструменты инструментарий способный так сказать анализировать эту самую толпу смотрите получается что информацию о том что вы находитесь в позиции да и у вас где-то там стоит стоп где-то стоит тег или и то и другое да или у вас этого не стоит эту информацию о вас всегда знает брокер и ваш конкретно брокер значит имеет имеет возможность ну так сказать аккумулировать все эти знания и внутри себя да и даже ряд брокеров начали это дело торговать один из крупнейших американских брокеров сделал это впервые он собрал вот такой вот вот стакан цен в котором собственно говоря видны позиции его клиентов здесь написано что это иванов петров но тем не менее они все видят и они могут нам всем показать значит по каким отметкам какое количество клиентов до находится в каких позициях понятное дело что например там по по отметке 1.11 до есть количество есть и те кто находится в длинных позициях да есть и есть те кто находится в коротких позициях да но понятно что тут у нас берется чистое значение то есть одно другого отнимается мы видим что например данной ситуации да по этому рубежу мы видим с вами явно перевес то есть людей находящихся коротких позициях то есть продажи больше тех кто находится в покупке и получается что подавляющее большинство но в данном случае это европейская валюта подавляющее большинство людей как бы в минусе находится хорошо это или плохо но это данные это факт и надо сказать что это и эта картина только лишь одного брокера мы можем с вами интерполировать на весь остальной рынок дано сказать что у брокера bbd так далее так далее все примерно то же самое и в какой-то степени будет сами правы но тем не менее да то есть ситуация такая вот кардинально здесь мы видим на что данную конкретной ситуации ну это такие данные приблизительные так что все на них не ориентируемся данной ситуации мы видим что подавляющее большинство в данном случае на европейской валюте находится в продаже есть конечно кто и в покупках но в основном все продажи однако здесь стоит сделать небольшую ремарку ремарка заключается в том что на рынке не существует значит ситуации когда вот есть продавец а есть собственно говоря покупатель эта ситуация полностью исключающая другу почему потому что в каждой конкретной точке каждый конкретно сделать если кто-то продается значит абсолютно верно что кто-то и покупает и когда мы смотрим с вами на данные вот мы фиксбулга тут перечисляли тогда и так далее мы с вами должны отдавать себе отчет что если мы видим перевес что ритейл трейдер например в основном находится в продаже то однозначно что есть какая-то сторона которая в этот же самый момент находится в покупках и это не всегда брокер я бы даже сказал что это скорее всего и не брокер вовсе но давайте так брокеров не будем так сказать называть имен явок и пароль и это абсолютно не важно да потому что даже если мы будем говорить например про российский рынок да то это абсолютный факт это подтверждено документально ряд брокеров российских лицензированных да мы не говорим про форекс а про биржевых брокеров сводят клиентские заявки внутри себя не весь объем но какой-то объем все-таки сводит поэтому мы можем с вами говорить что да если у какого-то конкретного брокера да например в конкретном инструменте есть тысяча людей которые так сказать находится в коротких позициях то есть продает этот инструмент да и 800 людей которые находятся в длинных позициях по этому же самому инструменту вот мы большом еще то увидим явный перевес они кого-то могут свести в зависимости конечно еще от цена позиции но есть явный перевес например там 200 клиентов да который находится в коротких позициях их надо куда-то девать и в этом случае значит приходят на помощь нам поставщики ликвидности коем является какие-то агрегаторы или может быть какие-то банки или еще что-то в общем кто с кем работает в большом счету брокер и и хеджирует это все штуковину поэтому ощущение о том что и понимаете у брокер это в принципе конкретно у брокера да нет никакой задачи торговать собственно гре после вас против вас потому что значит один конкретный брокер он не всесиле он может вполне реализоваться ситуация когда цена пойдет сильно сильно грубо говоря про него и и он потеряет весь свой бизнес просто на огромной позиции в этом смысла особого нет поэтому однозначно они перекрываются либо частично либо полностью значит ну все зависит от схемы сейчас не буду говорить это все в общих картинах в общем есть другая сторона поэтому когда мы с вами смотрим на май фиксбук мы должны сами отдавать отчет что мы видим позиции только тех кто ну если мы говорим конкретно про май фиксбук только тех кто предоставил доступ для мониторинга своего счета и только лишь его человек да и если этот человек грубо говоря находится много в продажах значит где-то есть другая на который находится на покупках и тогда возникает у многих там людей сообщения ну то есть мысль о том что ну вот же значит поставщики ликвидности маркетмейкеры то на самом деле и зарабатывают на рынке ведь мы сейчас с вами увидели скриншот по евро доллару где подавляющее большинство находится в продажах и это скриншот от вчерашнего дня и мы сами все прекрасно видим причем от утра вчерашнего дня и мы все прекрасно видим что творится с европейской валюты сейчас соответственно можно сделать вывод что да действительно подавляющее большинство там у нас таки и на продает но вот здесь вот вот да есть отчет бирже есть аналогичный отчет московской бирже есть и аналогичный отчет севтиси это даже не биржи на комиссии так называемые отчета трейдеров даст сот его еще называют сот анализ где каждую неделю по средам по итогам вернее среды отчитываются трейдеры эти данные публикуются по окончанию пятницы и мы их можем сами посмотреть и единственное что делает этот соточет да он делит участников рынка на три категории случае с российской бирже там делится на две категории на физические лица и на юридические лица и выглядит это все приблизительно ну вот так вот топор это вот фитиш на доллар рубль где есть большому счету юридические лица есть физические лица и если вы возьмете калькулятор и перемножить одно на другое до сложите отнимите то вы увидите что количество длинных позиций физических лиц да и длинных длинных позиций физических лиц ну в общем длинный корот так количество коротких позиций и и физических лиц и юридических лиц равно количестве длинных позиций и физических и юридических и это вот такая вот сумма и это будет абсолютно всегда то есть и здесь тоже в отчетах В CFTC абсолютно все то же самое. Можно посмотреть, ссылочка не нужна. Зайдете на cftc.com, кто с интернетом дружит, я думаю, что вы все на самом деле дружите. И вот, допустим, та же самая европейская валюта, FX, где делится на некоммерсантов, на коммерсантов, а общее число и не тех, кто не подлежит отчету. Но там, если у вас есть определенная сумма, то вы, собственно говоря, попадаете под отчет на CFTC. И здесь мы с вами видим, да, то есть 204 тысячи контрактов в покупках находятся некоммерсанты. Коммерсанты в этот момент находятся 320, то есть, видите, они у нас в лонгах больше находятся. Общая их позиция 540 тысяч, да, то есть общий лонг, общий шорт, соответственно, 595. И еще, если мы прибавим с вами вот этих вот товарищей, то есть лонгистов не отчитываешься и шортистов не отчитываешься, то мы получим с вами вот эту вот цифру, цифру открытого интереса. То есть, эти данные, таблицы, биржевые и биржи семьи групп, и, значит, московской биржи, я вас уверяю, и во форс-брокера-дилера, да, говорят о том, что количество покупателей и количество продавцов всегда одинаковое в рынке. Иначе быть не может, это просто ломает всю сущность рынка. Но вот вопрос, кто находится, так сказать, в длинных позициях, кто находится в коротких позициях. И тут мы тогда сами понимаем, что можно все это дело проанализировать, посмотреть, как все это дело выглядит, чего, собственно говоря, делается. И вот давайте мы сами, так сказать, вживую все это дело сделаем. Ресурс для выявления действий толпы мы сами будем рассматривать, действительно, myfixbook.com. В принципе, насколько я понимаю, вам даже не нужно иметь там какой-то аккаунт для того, чтобы все это дело иметь, потому что это находится все на главной страничке во вкладке «Сообщество» и во вкладке «Outlook». Ну, кому интересно, на этих данных строятся многие другие, на самом деле, интересные штуковины, которые вы тоже можете проанализировать. Но основное здесь это вот именно вот этот вот самый момент, вот эта вот открытая книга, она же. Значит, кто не в курсе, что такое myfixbook.com, это достаточно большой сервис по мониторингу и автоследованию сделок. То есть, каждый желающий может с использованием ключей для инвестора предоставить и подтвердить свой доступ в эту систему. И все будут видеть ваш мониторинг, и все будут видеть ваши позиции, и ту статистику, которую вы наработали, и в случае там демки, реалки, не суть важной, и даже можете организовать фактически коопирование. Ну, и давайте клянемся вживую, что, собственно говоря, из этого предстоит. Вот у нас сообщество, вот у нас Outlook, и мы с вами получаем табличку, так сказать, номер один. Это вот общая, так сказать, позиция, где все-все-все инструменты присутствуют, и есть какие-то вот интересные столбцы, да, то есть это красные, зеленые, что это у себя такое. Ну, прежде всего, я бы хотел обратить ваше внимание на то, что эта штуковина строится, опять же, да, на реальных счетах, которые там рошаривают. Сколько? Вот здесь вот вниз листаем, да, и обнаруживаем с вами конкретные цифры. Что мы видим? Мы видим, что Total Funds, да, то есть общее фондирование, это, значит, что это, что это, что это, да, это 3 миллиарда, 760 миллионов, 434 тысячи, там вот, грубо говоря, 400, если округлить. То есть эти данные, которые вы смотрите в myfixbook.com, это все то, что, это все то, что строится, ну, то есть данные, на которых строятся вот эти вот показания. И это, много это 3 миллиона или нет, это мало, это очень мало. По одним из исследований, да, по одним из исследований, значит, ну, там, ряда банков, да, в 2019 году ежедневный оборот рынка Forex составляет около 6,6 триллионов долларов. Приблизительно так. То есть 3 миллиона, это вот, 3 миллиарда, это вообще, в принципе, ни о чем. То есть получается, что эти люди, да, это так называемая толпа, люди, которые, вот, ритейл-трейдеры, они, по большому счету, не могут оказать даже 7-минутного влияния на рынок. Поэтому первое утверждение, да, который бы я, миф, о котором я хотел бы развеять, объективно, на мой взгляд, развеять, да, заключается в том, что на рынке, значит, толпа, ой, крупняк забирает деньги у мелкого, да, а на рынке вот все, кто-то охотится за нашими своими деньгами. Это абсолютно не так. Почему? Потому что объемы у ритейл-трейдеров, да, они крайне-крайне маленькие по отношению к общему, так сказать, рынку, да, и надо говорить о том, что оборот 6,6 триллионов долларов ежедневный на Forex. Давайте себе представим, сколько это 3, давайте так прикинем, 3,7, 3,7, блин, 3,7,6 миллионов, да, например. Значит, 3,7,6 миллионов. Допустим, что у нас у каждого, ну, все они, да, сидят на сотом плече. То есть мы тогда умножим их там, даже нет, не так, да, то есть посмотрим, ну, кстати, да, здесь же видно, да, что подавляющее большинство реально торгует именно на евро, в данном случае это 38%. Сейчас только ленивый, наверное, не торгует на евро, да, летит она вверх, все теперь ждут, когда она долетит. Вот, и давайте посмотрим теперь по евро, да, мы видим, смотрите, сколько там в короткой, да, вот первая табличка в процентном. 81% в коротке сидит и 19% находится в длинных позициях. Смотрите, 133 тысячи лотов. Допустим, 133 тысячи лотов. Допустим, они все на сотом плече. Текущая цена данного лота, да, средняя цена тут умножу на 1,1353. Смотрите, это совокупный объем находящихся и расшаренный через сервис myfixbook.com, конкретно на европейской валюте. Если мы все это поделим на 6,6 триллионов, то мы получим с вами вот черт знает какую цифру. В общем, я как-то считал, в общем, еще мало. Я как-то считал, что при условии, ну, я вчера считал, да, примерно прикидывал, что при условии, если все сейчас в моменте, все люди, которые находятся на сервисе myfixbook.com или у какого-то одного брокера, да, это достаточно большая аудитория. Значит, если они все начнут закрывать свою позицию по евре, ну, то есть у них продажи, если они все начнут закрывать свои короткие позиции по евре и как бы покупать, сговорившись все между собой, то они сгенерируют приблизительно полпроцента от всего того объема, который среднесуточно торгуются на рынке Forex. То есть даже сговорившись, вот эта вся толпа не может сдвинуть цену рынка вообще никуда. Возьмите калькулятор, посчитайте, вам будет все понятно. Поэтому анализируя сервис myfixbook.com, даже интерполируя его на все остальные форекс-площадки. То есть если мы с вами будем говорить о том, что, ну вот если здесь, значит, 81% в продажах находится, значит практически, ну, можно говорить, что и везде находится 81% продаж. Это значит, что даже если мы умножим это число, ну, не знаю, раз в 10, то это будет всего лишь 5, ну, 6% от всего среднедневного оборота на рынке Forex. То есть фактически сговорившись, сговорившись все и закрывав в одно и то же время одни и те же позиции, сдвинуть на рынок мы не можем. Это для того, чтобы вы примерно понимали, насколько вы мелкие в этом рынке. Это для того, чтобы вы понимали, насколько весь этот сантимент мелкий в рынке, да, и не питали некоторых иллюзий. Ну, простая математика, не верьте, возьмите перепроверить. К тому же, я хотел бы еще, ну, прежде чем углубляться дальше, я бы хотел обратить ваше внимание вообще на еще одну такую штуковину, как Total Fonds. Кто наблюдает за этим сервисом относительно давно, наверное, обратил внимание. Мы это еще сами увидим на графике более подробно. Значит, до мартовских событий, до того, как 3 марта европейская валюта и вообще на рынке Forex началась дикая волатильность, здесь значение было около 8 миллиардов долларов, то есть более чем в 2 раза. Это говорит о том, что на большой волатильности, если мы с вами говорим про Forex, на самом деле подавляющее большинство людей теряют. Есть люди, которые сидят и думают о том, что, блин, да вот же сейчас евро растет, волатильность дикая, все классно, все круто, сейчас ты надо зарабатывать, сейчас рынок дает зарабатывать. Нет. Чаще всего происходит с точностью, да наоборот. Огромное количество людей теряют стратегии, которые работали годами, стратегии, которые выверялись годами, которые приносили прибыль многие-многие проценты, значит, теряют большие деньги и теряют свои депозиты в момент сильной волатильности, которая не подоживала. И здесь мы видим примерно то же самое. Людей просто-напросто вынесла огромная волатильность на рынке, она, конечно, привлекательная. Создается миф, что сейчас заработать можно много. На самом деле, конечно, кто-то заработал, но это скорее везение, нежели практика, на самом деле. Поэтому большие волатильности по рынку и больших, в принципе, резких изменений по рынку нужно опасаться. Именно изменения, да, то есть, если бы это все. Ну, давайте, давайте двигаться вперед, значит, это у нас европейская валюта. Кликаем, смотрим, что у нас есть. С этой табличкой мы уже с вами примерно познакомились. Здесь, в отличие от первого скрина, нет информации о том, по какой цене кто ЭГЖД завис. Ну, а я вам скажу, что на самом деле особой разницы здесь нет. Тут все очень понятно. Если вы понаблюдаете, вы увидите, что чем сильнее цена растет вверх, тем больше людей заходит в продажу. И это на самом деле видно четко по этой картине. Значит, вот это у нас графики европейской валюты. А вот здесь мы с вами воткнем H4, да, чтобы было видно более, так сказать, детально. И увеличим график до вот таких тут величин. Вот пока вот так вот. Что мы видим? Мы видим, что последний раз, да, значит, после того, как Ева у нас как-то показала положительную динамику, это примерно какое-то число, ну, это, короче, конец мая, да, значит, мы видим, что огромное количество людей зашло в продажу. Не потому, что они там что-то хотели делать, да, то есть рассчитывали продавить рынок. Мы с вами уже выяснили, что эти участники рынка, ну, ни в коем случае не смогут продавить рынок, да, и добавили свои позиции, когда, ну, вот середина июня, когда европейская валюта все-таки начала расти. Примечательно то, что когда инструмент, скажем так, двигается вниз, эти же самые люди закрывают свои короткие позиции и набирают длинные позиции. И это все очень сложно. То есть цена вверх, все шортят, количество коротких позиций растет, количество длинных уменьшается и наоборот. Та картинка, о которой я говорил, да, это вот до мартовских событий, вот, до третьего числа. Посмотрите внимательно, огромное количество, значит, позиций, ну, просто даже в сравнении, да, огромное количество позиций в покупках было в момент, когда вот с января, ну, да, получается, с февраля, ну, когда весь февраль европейская валюта заваливалась, огромное количество людей набирали длинные позиции. Значит, они выходили из длинных позиций, когда был соответствующий рост, позиции длинные уменьшались, увеличивались короткие позиции. То есть вот она перекладка, понимаете? То есть вот такая интересная штуковина. И тут намного интереснее объем, да, посмотрите, какой он был здесь и посмотрите, какой он был здесь. Это ровно то, о чем я говорил, что до событий, до мартовских событий, объем капитала конкретно расшарен через этот сервис. И, в принципе, можно говорить через весь фо, через всего ритейл, да, трейдера был в два раза больше. По итогу мы видим сами, что все это дело потерялось. Скорее всего, люди просто-напросто порастеряли эти депозиты. Ну и теперь, коротко к скринам, я хочу, вы это тоже можете делать самостоятельно, я здесь сделал два примера, да, насколько я помню, два примера, благодаря которым я хочу показать некоторые интересные наблюдения, чтобы, так сказать, немножечко, ну, поразмыслить. Итак, здесь у нас два скриншота, на которых показаны моменты, в которые люди заходили в длинные позиции. Здесь все, в принципе, очевидно. Значит, цена заваливается, позицию набирается. Цена заваливается, позиция набирается, заваливается, набирается. Во всем этом падении она тоже набирается. И здесь я сделал что? Я просто-напросто взял и примерно вычислил среднюю позицию. Ну, представьте, что это не толпа. Представьте, что это не количество людей, которые все торгуют, да, а это какой-то конкретный один человек, который набрал определенный объем позиции здесь. Цена завалилась, он набрал ее уже здесь. Цена завалилась, он набрал по этому диапазону, где его средняя отметка будет, его средняя отметка будет приблизительно по этому, по этой цене. Что значит средняя отметка? Ну, для тех, кто, может быть, там не в курсе, да, грубо говоря, если вы купили один лот здесь, потом докупили примерно один лот здесь и еще докупили, ну, скажем так, 2-1 лот здесь. Я говорю, почему 2-1, потому что, ну, вот примерно такое количество, такие мы все-таки приросли, да, и здесь у нас точно такой же примерно прирост был. То есть, ну вот, и получается, что у вас лот здесь, лот здесь, лот здесь, и все в покупку, средняя позиция, то есть, ваша нулевая точка находится примерно где-то здесь. Я обращаю ваше внимание, что как только появляется отметочка, как только цена начинает расти, все эти позиции сразу сбрасываются. Примерно там же, где у нас, собственно говоря, и проходит та самая средняя отметочка. Таким образом, на этом графике, да, мы видим, что как будто бы этот человек, что делал? Усреднялся. То есть, на падающем рынке он брал и покупал. Рынок падает, он и покупает, и покупает, и покупает. Некоторые говорят, да, в принципе, правильно говорят, да, что усреднение там погубило очень много трейдов. Да, это абсолютно верно. Да, действительно, усредняться, это, в принципе, не есть хорошо. Но, по большому счету, очень многое зависит от того, как конкретно вы усредняетесь и на что вы способны. В теории, да, если вы можете усредняться вечно, то есть, объем фондирования у вас не заканчивается никогда, то вам ничто не мешает усредняться вечно. Это мы говорим про то, что один человек, вот у него есть какой-то капитал, он купил, цена упала, он докупил, докупил, докупил. У него на каком-то этапе это фондирование, этот капитал заканчивается. И он, собственно говоря, уходит с рынка, а, правильнее сказать, его уносят с этого рынка. Но мы-то с вами говорим про толпу, мы-то с вами говорим про участников рынка, которые, в принципе, ничем не ограничены, но разве что мировой ликвидностью, да, и популяцией всей земли. То есть, по большому счету, этот момент бесконечный. Да, кого-то, так сказать, ногами вынесли здесь, кого-то ногами вынесли вперед, да, я имею в виду здесь, кого-то здесь, кого-то здесь. Это все отдельные личные частные истории. В плане торговли ритейл-трейдеров, людей, которые используют форекс-брокеров, да, с маржинальной торговли, это все, в принципе, бесконечное фондирование. И поверьте мне, что если бы евро бы начинало заваливаться дальше, мы бы вновь бы видели бы рост, 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 до тех пор, пока не будет тот соответствующий подъем, на котором, по большому счету, нужно будет выйти. То же самое на европейской валюте вот за последние, да, там, не это, кстати, последний момент, вчерашние скрины, да, то есть то же самое. Рост, и мы с вами увидим, как растет актив, растет и растет, потом какое-то там снижение, и вот мы очередной раз видим, как все это дело растет, растет и растет. И давайте мы вернемся к сегодняшней евро, она, в принципе, очень интересна. Интересна тем, что за сегодня она опять подросла, да, и посмотрите внимательно. Ну-ка, все у нас тут резет зим, если сделать, да, фигуру с два, да, там. Так, а если мы сделаем вот так? И по большому счету мы можем с вами прикинуть, да, где у нас находит та самая средняя, то есть, ну, представьте себе, что мы там, грубо говоря, один из элементов анализа, который я допускаю в данном инструменте, да, то есть мы чисто визуально, да, или, может, сколько я тратил вас до точности, да, мы можем с вами предположить, что зашли здесь каким-то определенным объемом, ну, одним объемом, примерно таким же объемом, да, то есть просто по кривому с вами будем говорить, да, зашли примерно где-то здесь. То есть во всем там просто частично здесь, да, и у нас фактически вот здесь тут на самой-самой верхушке. Ну, представьте, что у вас здесь там лот в шорт, да, и где-то здесь полтора. Я говорю полтора, потому что не знаю, как оно, но чисто визуально здесь примерно чуть больше, чем оно и есть. Это получается, что ваше среднее, ну, при среднем прям приближении, да, находится где-то в районе 1.16. То есть можно предположить, да, что все эти люди, ну, не люди, да, а участники рынка так либо иначе примерно в районе 1.16 будут разгружаться, то есть закрывать свои короткие позиции. Ну, эта штуковина примерно так работает. Вы можете посмотреть на огромном количестве ситуаций, просто взять линейку, там прямые линейки какие-нибудь, да, у себя на терминале, если хотите распечатать, взять линейку, и, собственно говоря, разлиновать, и в этот момент увидеть. И в этот момент увидите. Но это, наверное, все, что можно сказать про тему толпы, да, то есть, ну, в смысле, вот анализа. Потому что мы с вами, даже глядя на эту картину, понимаем с вами, что, окей, у них, значит, бесконечное фондирование, у них, значит, они вот продают на растущем рынке, покупают на падающем, это все, собственно говоря, понятно. Есть другая сторона, и мы видим, что этот эфемерный участник рынка, он как бы усредняется и может это делать постоянно. И единственное, что, не знаю, на мой взгляд, то, что мы можем выделить, это, наверное, то, что примерно почитать, где будет разгрузка. И это, в принципе, тоже может быть таким достаточно полезным инструментом, потому что вот будет у нас попозже раздел, как делать или не делать, да, и мы с вами примем, ну, некоторый такой консенсус, да, как же это все-таки можно использовать. Ну, для примера давайте еще посмотрим. Второй по популярности инструмент. У нас, ребята, сами знаете, как мы построим с вами по вопросам, если, значит, основную часть мы с вами проведем на 45 минут, то есть еще минут на 10, да, значит, выводы мы с вами проведем. И если есть какие-то вопросы или есть практика из жизни, да, то, так сказать, welcome, пишите. Я этот момент попробую прокомментировать, может быть, что-то будет полезно для вас. Да, кстати, ну и двигаемся дальше, да. Евро у нас, понятное дело, самое популярное, почти все на ней торгуют. И, кстати говоря, это в основном потому, что у нас здесь движухи очень интересные. Что у нас еще из популярного и при этом какое-то одностороннее? Ну, вот доллар, канадский доллар. Возьмем для примера его. Одностороннее, то есть имеется в виду здесь картина с точностью, да, наоборот. Для начала тоже посмотрим события до 3 марта, да, где я хочу показать, что реально до 3 марта позиций были значительно больше, чем это было всегда, чем это было сейчас, да. И по последним данным, да, мы тоже сами видим, что на любом падении, причем вот она, да, там флетовая ситуация, это тоже в какой-то степени важно. То есть мы видим флетовую ситуацию, как она была на евре до этого момента, и участник рынка как-то 50 на 50, то день за красных, день за зеленых и так далее, и так далее. Но стоит появиться уверенному какому-то движению, и мы с вами тут же получаем явный перевес. То есть люди, явно говоря, застряли. Это, кстати говоря, одна из таких психологических моментов человека, да, то есть согласитесь, наверное, каждый из вас-то себе проходил или проходит сейчас, или это вас ждет, да, сидеть в прибыли крайне-крайне тяжелее, как бы это ни изучало банально, да, чем сидеть в убытках. То есть находясь в минусе, ну, как-то это в какой-то степени обычное дело, да, находиться в плюсе, каждый раз хочется при любом шорохе против вас, да, хочется выходить из позиции, и так оно чаще всего и бывает. Ведь посмотрите, в каждый конкретный момент, да, здесь, в этой точке, было, как и всегда, два участника рынка. Один покупал, другой продавал. Как только мы увидели, например, какое-то падение, да, ну, предположим, на, не знаю, на 100 пунктов, да, у трейдера А, который шортил данный инструмент, ну, то есть продавал, да, у него есть, собственно говоря, плюс 100 пунктов прибыли. У трейдера Б, который в этот же самый момент покупал, да, у него был, соответственно, минус 100 пунктов. Когда цена начинает корректироваться, допустим, она откорректировалась на каких-то 20 пунктов, да, у человека, который, у которого был плюс 20, у него стал плюс 80. И, честно говоря, вот здесь трусят многие. Имеется в виду, что сваливают с рынка, потому что, блин, ну, было же 100, да, а сейчас 80, как бы прибыль тает. Это вот мы говорим сами, что давайте прибыли расти, на самом деле мало кто этим занимается. Вот. А у трейдера, и, соответственно, чаще всего эти позиции закрываются. У трейдера, которого было минус 80, минус 100, у него стало минус 80, и у него, наоборот, появляется надежда о том, что он может выйти с меньшим убытком, чем у него было, например, раньше. Хотя будущего никто не знает, да, и мы сами видим то, что видим. Соответственно, те, кто забрали всего плюс 80, они с этого рынка уходят. Ну, те, кто продавали, остаются только те, кто покупали. Поэтому, чем быстрее цена завалится вниз, тем больше набираются трейдеры, желающие, так сказать, на этом всем деле так либо иначе заработать. Ну, вот мы видим сами тоже, да, канадский доллар. Чего у нас там сейчас? Большинство, так сказать, у нас находится в продажах, причем это большинство сидит достаточно давно, и единственное, что там небольшая часть, так сказать, половина разгрузилась на вот это вот росте. Ну, видимо, те, кто подбирали все-таки ниже, а не те, кто на самых-самых аях. Все остальные плюс-минус сидят. Примерно так все это дело выглядит. Да. Можно ли сказать о том, что раз подавляющее большинство сидит в покупках, значит, надо продавать? На самом деле нет. Почему? Потому что рынок может развернуться, да, когда подавляющее большинство находится в покупках. Ну, сами посудите, да. То есть у нас в этот момент соотношение количества покупателей против продавцов было значительно выше, чем сейчас. То есть покупателей вот в этой точке было много. Однако рынок что-то взял и развернулся, и даже были люди, да, которые смогли заработать, на самом деле, на этом росте. И это достаточно частое явление, да, то есть то же самое. Ой, у нас тут большие взлеты и падения, так что здесь сложно что-то сказать. Да, то же самое. Значит, цена растет. В какой-то момент количество продавцов увеличивается, увеличивается, и у некоторых людей, которые торгуют как бы против толпы, появляется ощущение, что надо покупать, потому что, ну, продавцы застряли, да. Да, и, соответственно, на них же, по большому счету, цена и заваливается. Здесь из-за такого масштаба кажется, что это очень маленькие рубежи, но на самом деле там нормальное падение, примерно на 50 фигур это было, ну, на 5 фигур это было сделано. Так что и на этом люди тоже смогли заработать в целом, либо выйти как минимум по безубыту. Ну, и давайте коротко по выводам, которые бы я хотел сделать из тех заключений, да, надеюсь, объективных, которые я вам сегодня рассказал. Ну, первый из них, это то, что мы, коллеги, не забываем. Мы видим только лишь половину картины. То есть, говоря о том, что вот они, трейдеры там застряли, это неправильно. Вот в растущей евре застряло в покупках ровно столько же объема и де-факто трейдеров, и участников рынка, сколько застряло и в продажах. Поэтому это неверно. Мы просто видим половину картины. Причем, как мы с вами выяснили, эта картина настолько мала, что по большому счету она и значения-то не имеет. Даже если они все сговорятся и начнут крыть свои позиции, особого давления на весь международный рынок Форекс это даже не окажет. Второе заключение, которое бы я хотел сказать, это толпа идет против рынка, а не рынок идет против толпы. И это очень важная разница, прошу прощения. У людей создается мнение о том, что толпа в шортах, значит, рынок будет идти вверх. Нет, рынок идет вверх, поэтому, грубо говоря, вот эта толпа или ритейл-трейдеры, значит, находятся в продаже. Отнюдь не на баллы. Будет падать вниз, они будут, собственно говоря, все это дело откупать. Третий вывод, который тоже, на мой взгляд, очень важный, это то, что рынок может развернуться, даже если толпа находится в просадке. Причем, может быть, даже в экстремально высокой просадке. Это все, значит, идет из первого, из предыдущего вывода, да. То есть, цена растет не потому, что многие шортят, а многие шортят, потому что цена растет. И, соответственно, она может начать падать. Поэтому, если вы начнете думать только лишь в том ключе, что, ага, многие шортят, значит, цена будет расти вверх, и я куплю, вы очень сильно рискуете нарваться на позицию в покупку на самом-самом хайе, где толпа будет продавать, а вы купите. И еще потом непонятно, кто окажется де-факто умнее. Четвертый момент. Высадить всех невозможно. Если евро будет расти 2 недели, 3 недели, 4 недели безоткатно, посмотрите на сервис myfxbook.com. Там количество трейдеров, объем фондирования, да, и де-факто трейдеров может уменьшиться, сжаться. То есть, людей повыбрасывало. Но количество продавцов, да, коротких позиций среди ритейл-трейдеров будет только расти и расти и расти. Ну, за редким исключением, конечно, не без этого. Что говорит о том, что в массе, да, когда кто-то усредняется, это вся штуковина, как бы, в частных случаях у человека наступает моржуковый стопы или еще что-то, но в общей ситуации, да, всех высадить невозможно. И когда тоже, да, то есть часто мы с вами слышим о том, что вот шпилькой всех высадили, сейчас пойдем там вверх или вниз, это тоже абсолютно не важно. Потому что, а, в этой шпилке ровно столько же высадили, сколько и зашло, да, или перезашло, и, б, всех высадить невозможно. Потому что, ну, вот мы видим пункт этой картины. И четвертый вывод, который, в принципе, ой, четвертый, пятый, да, вывод, который, в принципе, тоже очень крут, это то, что ни маркетмейкеры, ни поставщики ликвидности, или маркетмейкеры, да, не суть важна, значит, ни профессионалы, люди, которые, собственно говоря, занимаются этим рынком и, возможно, являются вашим контрагентом, ни толпа, которую мы с вами сегодня немножечко пожурили, не знают, куда пойдет цена. Поэтому, можно сказать, что и в рынке, да, ну, то есть, если мы говорим о том, что есть толпа, а есть, грубо говоря, поставщик ликвидности, если толпа в совокупности не теряет, усредняясь каждый раз, да, имея постоянное фондирование, то и маркетмейкер особо-то там не зарабатывает, постоянно усредняется в обратную сторону и отдавая ровно то, что, собственно говоря, и заработал. И у маркетмейкера нет задачи заработать, у него другие задачи, то же самое, что и с поставщиком ликвидности. Отдельные истории, да, могут быть, потому что в падении, да, когда все, грубо говоря, усредняются, отдельные истории, конечно, проигрывают, ровно так же, как и какие-то профессионалы в отдельном случае выиграют. Но все плюс-минус выходит то же самое. И как же делать и не делать, собственно говоря, практическая часть из того, что мы сами, так сказать, выделили, да, это первое, на что я бы хотел обратить внимание, нету смысла покупать в расчете, что продавцов вынесут. Это, собственно говоря, из того вывода, что было раньше, о том, что вынести всех невозможно. И когда вы видите по евре, что сейчас, особенно в последние дни, что огромное количество людей находится в продажах, не вздумайте, значит, покупать просто потому, что они находятся в продаже, в ожидании того, что их всех вперед ногами вынесут. Нет, вполне возможно, что вы окажетесь на самом-самом хае. Поэтому это очень дорого, да, очень дорого, однозначно, то есть, то, что покупать евро сейчас, это очень дорого, да, и как раз-таки, да, развернуться могут на вас. А с другой стороны, какой же тогда профит можно со всего этого дела выделить, да, то есть, как не делать, это понятно, а как делать, чтобы заработать. Ну, я бы обращал внимание, и, в принципе, обращаю на это внимание, именно на экстремальные, экстремальные, да, неправильно написано, прошу прощения за опечатки, ошибки, экстремальные значения. То есть, когда рынок флетит, когда рынок стоит, и количество покупателей, и продавцов примерно одинаковое, ну, имеется в виду в ритейл трейдеров, тогда это не такая уж и очень красивая картина. А вот когда мы видим с вами о том, что кто-то явно, так сказать, застрял, да, грубо говоря, ну, вот в этой картине, неважно, да, или вот в этой, но здесь мы сейчас видим, что не так уж явно застрял, но вот если инструмент начнет заваливаться еще, и покупатели будут, так сказать, нарастать, мы видим с вами, что однозначно количество застрявших много. Или, грубо говоря, да, вот глядя на эту картинку, мы с вами видим явно перевес, так сказать, каких-то участников рынка в одну сторону. Это в какой-то степени дает нам некую идею о том, чтобы поработать вместе с толпой. То есть, они продают и вам продавать. И, в принципе, то же самое, как Европа будет шортить. Но, понятное дело, что это будет похоже на то, что вы будете продавать, если мы с вами говорим про евро, да, растущий рынок. Безусловно, это опасно, и вам потребуются в этом случае, ну, стопы, скорее всего, вы получите стопы, если вы их будете ставить за хай, но, скорее всего, вам потребуется допродать еще в какой-то степени, или еще, и еще, и тут просто надо полагаться, что эта тенденция не перерастет в вечную. Просто ваше преимущество будет заключаться в том, что они уже находятся в коротких позициях. Они уже их набрали, у них уже огромный шорт. Они ждут, когда эта штуковина фактически развернется, а вы только добавляетесь к ним. Вы не продавали на самом-самом низу, да, и вам не приходится добавлять сейчас. Вы открываете какие-то новые позиции, и любую коррекцию фактически брать и вылавлять. Особо неплохо это все может произойти, если происходит какое-то обновление экстремным, да, то есть по ценам. То есть после каждого импульса вверх мы можем получить какой-то откат, и вы можете попробовать забрать этот откат, или же вовсе этот откат перерастет во что-то такое крутое, классное, где все будут выходить в ноль, а вы будете выбираться в плюс. И это один из немногих способов, на мой взгляд, да, то есть работать на стороне толпы в момент экстремального значения, которое имеет смысл здесь рассматривать. Конечно, при условии, если вы отдаете отчет полностью money management, да, управление риском, и понимаете, что это половина картины очень маленького объема. Ну и, собственно говоря, еще один вывод, да, то, что вход, безусловно, лучше осуществлять в сторону толпы, потому что всю толпу не накажешь. Куча случаев была, да, когда, и многие обращали внимание, и на фондовом рынке, и на срочном, и на биржевом, и на внебиржевом много раз была ситуация, когда вот явный перевес, да, типа физические лица в продажах находятся, значит, надо продавать, потому что рынок пойдет против физических лиц, хотя это далеко не так. Были случаи, когда и в физические стороны физических лиц, и против физических лиц, в общем, они застряли в продажах, не потому что рынок так с ними сделал, да, а рынок так сделал, именно поэтому они застряли в своих продажах. Intel упал. Давайте к вопросам. Упал Intel. Стоит ли заходить? Честно говоря, я, ну, во-первых, Intel – это не тема вебинара, это больше уже на моем канале, да, там, в принципе, вы можете найти в YouTube. Юрий Марченко так вы сможете найти, это несложно. Конечно, значит, ну, если говорить конкретно про Intel, если мы говорим с вами про акции, по большому счету, акции из такого эшелона, как Intel, можно подбирать на провалах. Я не вижу в этом ничего плохого, при условии, если вы это делаете без плеча, и, ну, то есть, не спекуляция, и вы, в принципе, можете, значит, пережить момент, если он провалится еще. Но, по большому счету, у Intel есть ряд проблем, одна из которых, да, наверное, это даже, можно сказать, Apple, который, может быть, не может быть, а собирается отказываться и создавать уже к концу этого года, значит, продукцию на своих процессорах. И если они будут успешны, Intel, считайте, потерял еще одного, значит, крупного потребителя. Поэтому падение там, безусловно, может еще реализоваться, так же, как и на фоне, так сказать, всего рынка, там очень много неопределенностей, да, назовем это так. Но, в целом, это та компания, которая, знаете, вот уж лучше Intel, чем, я не знаю, чем какой-нибудь Booking, да, который тоже вроде бы упал. Еще вопросы по этой теме. И если нету таковых, то мы будем с вами заканчивать. Но и давайте так, да, если даже нету вопросов, напишите пару строк, есть ли что-то, давайте так, пишите новое, если вы что-то для себя подчеркнули новое из нашей с вами 50-минутной беседы, и пишите «слышал», да, если вы уже в принципе понимаете и знали все, что здесь было сегодня описано. Два слова. Новое, слышал, или же третий вопрос на открытую тематику, желательно по теме, а не по теме Intel или Booking. Старое, 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 да, новое и слышал. Очень много нового. Новое, ну, можно предположить, что в принципе так и торгую, ну, это замечательно. Я тоже так торгую. По большому счету, для того, чтобы, да, для того, чтобы извлекать прибыль, достаточно какой-то, какой-то, какую-то концепцию, да, то есть, что делает технический анализ и любой анализ вообще, в принципе, будь то фундаментальный или еще, в принципе, он вам дает время и направление входа в позицию. А так как мы с вами не знаем будущего, да, то дальше уже все в менеджменте и наши, собственно говоря, с вами, назовем-то так, трейдерские органы. В плане, что готовы ли вы сидеть в минусе, да, готовы ли вы изначать. Трейдер не знает, куда пойдет цена, да, поэтому он может открыть в покупку, цена должна упасть и для него это, как бы, знаете, как бы, ну, обычное дело. То есть, я сегодня очень интересный эксперимент у меня на канале, значит, даже не эксперимент, а наблюдение. Только сегодня я описал истинные, значит, факты в пользу роста золота, как тут же мы увидели сами падение по этому золоту. Причем, да, удивительно то, что я записал предварительно, в момент публикации падение по золоту началось. То есть, вот тот самый момент, да, мы предполагаем одно, а по факту реализуется другое. И задача трейдера быть к этому по большому счету готова. Если толпа не влияет на рынок, тогда без разницы за ней или против нее. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Я вам даже больше скажу. Если мы сейчас с вами возьмем какой-то инструмент, европейскую валюту, да, ту же самую, и проголосуем, кто считает, что цена пойдет вверх, кто считает, что цена пойдет вниз, то наши с вами, значит, ощущения, наши с вами предположения будут примерно 50 на 50. Я говорю примерно, потому что, потому что, если цена росла, то все-таки будет небольшой перевес в сторону продавцов, да, то есть как-то люди более склонны к тому, что это будет все-таки разворачиваться, да, в трактосрочной перспективе. Ну, там небольшой перевес, примерно 60 на 40. И если хотите, вы можете поставить эксперимент самостоятельно. Я это делал, я проводил опросы и такие делал, как и социальный эксперимент, я так назвал, где, в принципе, это все понятно. Поэтому, да, мы с вами, как явные представители толпы, как люди, которые не влияют никак на рынок, по большому счету, значит, без разницы, да, на что мы с вами опираемся. Просто вот этот вот ориентир, что все залезли и дай-ка я попробую залезть напоследок, да, это всего лишь ориентир, это нисколько не предсказание. Поэтому по большому счету, да. Ну, просто покупать дорого, очень-очень дорого, как ни крути. Как можно еще углубиться в эту тему? Знаете, есть огромное количество серфисов, которые, значит, погуглите, давайте так, я не буду называть серфис, это будет неправильно. Погуглите, ну, или в Яндексе, что в основном, рыночный сантимент в Forex, и вы найдете, я уверен, огромное количество, значит, инструментов для анализа вот этого всего дела. Есть ребята, которые конкретно делают софт под метаки, четвертые, пятые, да, которые аккумулируют все эти данные и выкидывают все это дело на график, очень удобно, безусловно, никуда лезть не надо, цифрыки сравнить не надо, все на терминале. Есть разные предложения от каких-то брокеров, да, которые вот они своих клиентов показывают, но, не знаю, мне кажется, это стыдно. Ну, то есть, они показывают то, что у них клиентов на самом деле мало. Так что это можно найти, это не закрытая информация, просто есть ряд вещей и сервисов, которые говорят, что этим можно предсказывать будущего, да, то есть, ну, мы, как бы, торгую против толпы, и будешь что-нибудь? Нет, нифига. В этом вебинаре, я надеюсь, вам было понятно, что, во-первых, это практически ничего не значит, во-вторых, это ни о чем не говорит, да, и, в-третьих, это не рынок идет против толпы, а толпа против рынка. На основе чего тогда торговать? Если вы в голову себе возьмете концепцию, это последний вопрос, я на самом заканчиваю. Если вы в голову возьмете себе концепцию о том, что вы понятия не знаете, куда пойдет цена, и рынок не прогнозирует, и завтра может быть все, что угодно, и будете строить стратегии на основе этой концепции, у вас, в принципе, будет основа для торговли. Но вперед забегая, я вам скажу, что это все управление позиций, money management, да, то есть, вы купили, цена выросла отлично, вопрос в другом. Вы купили, она упала, что вы будете делать? Вот если вы этот вопрос задаете себе до открытия сделки и полагаете, что это может случиться, и у вас где-то есть либо капитал, либо какое-то прикрытие и так далее, и так далее, тогда вы будете срабатывать. Ну, то есть, как бы, ну окей, вы купили, она упала, да, ну ничего страшного, вы знали это. А если вы будете считать, что есть стратегия, или вы, такой гуру, знаете, куда пойдет цена, вы, скорее всего, потеряете, потому что, когда цена пойдет, пройдет не против вас, скажете, блин, ну я не знаю, что делать, я к этому был не готов. Вот и все. Money management, ну, можно сказать, психология и, конечно, то, чем вы торгуете, да, то есть, если мы задели касательно акций, да, если мы торгуем акции, если вы их покупаете, вам, в принципе, ничего не страшно, если вы это делаете без плеча, там идет просто переоценка. С нефтью то же самое, да, то есть, если вы уберете, если вы это просчитали так, что у вас нету плеча, несмотря на то, что вам плечо это дает брокер, вам тоже ничего не страшно, вам все равно, да, это вот аналитики знают, где, куда пойдет цена. Трейдер должен жить в смысле, что он понятия не имеет, куда пойдет цена, и не то, чтобы жить с этим, с этим смысле, а он еще и должен знать, что дальше делать и быть к этому готов еще иначе. Согласен на все 100, а снова не нужен, у меня есть позиции уже как год. Людей, зная короткие и большие держат, выходим забирать, а не ловить. А мы приходим зарабатывать, а не ставить, а не стопы ловить. Нужно просто следовать своим планам. Абсолютно верно. Это, кстати, отсылка к нашему прошлому вебинару. Три причины, по которым мы теряем деньги. Для большинства лучше использовать эти два инструмента. Да, не обязательно. Не обязательно. Вот что вам нравится, то и торговать. Что вам нравится, то и торговать. Серьезно. Вот. Нравится валюта, они все ходят примерно, то есть, минус одинаково. Все, коллеги, на этом все. Большой спирт за внимание. Я вынужден бежать. Значит, рад был всех видеть и ответить на ваш вопрос. Надеюсь, вам понравилось. До встречи. Думаю, она не заставит себя ждать.